Независимый исследователь из Москвы Эльдар Микаэльович Эльфиньевс Приглашаю вас, пожалуйста Доклада «Мифологические образы античных богов, как астрономические описания планет, требующие наблюдений в виде область» Здравствуйте, господа Я образованный физик, изучал физические процессы глобов производства И для меня большая честь выступать в этой истории Для меня никто не знает И я благодарен Наталье Алексеевне за эту возможность Я, конечно, очень волнуюсь Потому что в этой истории присутствует человек На книге которого сформировали мое научное мировоззрение Светлоси Шудровым высказанным В этих вещах моментов Я, в общем-то, приверженец новой хронологии И я надеюсь, что когда-нибудь, ну, там, на склоне лет могу сказать под себя Что я внес очень-очень маленький вклад Тем не менее, вклад в развитие этой дисциплины Ну, конечно же, судить об этом не мне Итак, что я хочу предложить сегодня вашему вниманию Во-первых, мы, наверное, поставим презентацию Я, кстати, публиковался в сборнике новой хронологии Несколько лет назад, в 2001-м, с статьей о гомеровском каталоге кораблей Ну, там было проще, потому что каталог кораблей гомера Он про числа Там, где есть числа, там можно подключить математику Можно подключить компьютер, программирование Основные вероятности и так далее Сейчас у меня тема несколько более сложная и далёгая от математики Это тема мифологические образы античных божеств Моя гипотеза заключается в том, что эти образы были сформированы, конечно же, ни в какой-либо античности При уже достаточно развитой научной возрождении Я попробую продемонстрировать доказательства, насколько это возможно сделать в течение 10 минут Это гипотеза Но для начала я назову метод, которым я собираюсь пользоваться Он чуть-чуть идет стороне от античности и античных богов Но он очень хорош в качестве иллюстрации того, о чём я буду рассказывать в основной части доклада Итак, гипотеза в том, что когда мы видим какое-то нелепое, нелепое описание Нерационалистическое описание в древнем источнике Первое, что мы должны сделать, это не доверять Я думаю, не считать это сказкой Не считать, что люди, которые писали этот текст, они обладали магическим мышлением Они не были ранены или чуды научного мышления То есть они рассказывали сказки Мы должны в этом усомниться Мы должны быть скептиками И первое, что нужно сделать, это искать рационалистическое объяснение О том, что кажется чудесным И вот я проиллюстрирую этот метод на известном достаточно... А как это? На... Можно сказать, не всем известном, но тем не менее Вот эта вот картинка из универсальной космографии Себастьяна Густера Это достаточно распространенный в последневековье в Европе миф о неких людях, населяющих Витина Сибирь, которые выглядят за таким вот странным образом У них собачьи головы, у них лицо на груди, у них огромные ноги, там непонятно откуда растущие и так далее То есть это очень странное описание, которое у Сегетмунда Герберштейна выглядит следующим образом Вот вы можете почитать на славе Это некие черные люди, не владеющие общепонятной речью Обратите внимание, это важно Не владеющие общепонятной речью, я опять же скажу, почему это важно Они почему-то умирают, дальше они оживают, у них собачьи головы, они лишат шеи То есть это абсолютно сказочное, мифическое описание того, что никакой путешественник, конечно же, ни в такой Сибири увидеть не мог Но что же за этим стоит на самом деле? И вот здесь мы применим гипотезу, на которой меня на самом деле заболкнули работы Наталья Тимофеевича Который впервые проблематизировал арабские надписи на русском оружии и другие подобные артефакты, которые, в общем-то, были забыты Официальные истории никак не объясняются Моя гипотеза заключается в том, что за этим рассказом, Герберштейн в частности, Стоит неверно понятый арабоязычный текст Под арабоязычным мы понимаем, естественно, не каких-то людей Я помню, что арабский язык это был язык науки Это был язык, на котором создавались первые европейские географические карты Это был язык Португалии, Испании Он был очень широко распространен То есть мы говорим, конечно, не каких-то людей Это язык европейской науки Итак, давайте попробуем заменить мой метод Для того, чтобы расшифровать это странное сообщение Первое слово это «черные люди» Почему люди черные, собственно говоря, да? На самом деле, я предполагаю, что на месте этого слова было арабское слово «фахум» Это было слово «фахум», которое означало молчать Быть не в силах отвечать Переводчик расслышал его как «фахум» Небольшое отличие гласных Я здесь напомню, что в арабских источниках Огласовки в основном в старых книгах не ставятся И, как вы видите, эти значки, они абсолютно одинаковые То есть оба эти слова, «черные» и «быть не мы» Они на письме абсолютно совпадают И на слухах ждет очень похожий Поэтому я предполагаю, что переводчик Неверно принял слово «молчать», если его отвечать за слово «фахум» становится «черным» И тут же оказывается, что вот эти черные люди, не владеющие общепонятной речью Это люди попросту немые Неспособные расслышать Потому что они знают языка Поехали дальше Следующее слово, которое ошибочно переведено Саратского Ошибка была в том, что он привлекал «умирать» Люди умирающие На самом деле, скорее всего, за это слово «нафа» Умирать Было принято другое слово «нафа» Которое точно так же пишется и точно так же произносится Которое означает и имеется путь Расходиться, сбывать и продавать И тут мы движемся сразу дальше И видим, что воскресающие люди Это, скорее всего, слово «кам» Второе значение которого – вести дела, появляться, исполнять И так далее В связи с тем, что Время для доклада очень ограничено Я сразу перейду к расшифровке целиком фрагмента Не останавливаюсь, что все остальные слова Но теперь мы видим, что Фрагмент приобретает Совершенно рационалистическую окраску Он перестает быть сказочным Это были люди, неспособные говорить Потому что они не владели понятной речью Эти люди, конечно же, не умирали Не воскресали, как кинопрозумные Они сбывали товары Что выражается в арабском «Агим Владом» На следующей сцене они появлялись снова Чтобы вести дела У них, конечно же, не собачьи головы У них шапки на головах Это слово «кэм» Которое было принято ошибочно Слово «собака» – это слово «шапка» Они безбородые Видим с какой-то обувью из каблуков То есть мы на месте сказочного рассказа Видим нормальный рассказ путешественника Теперь давайте Перейдем к основной теме Все-таки доклада Я проиллюстрирую сейчас метод Представим, что те же самые немерно понятые Арабские арабские тексты Лежали за описаниями Античных божеств Вот на месте Этого чудесной картинки Появляется нормальная картинка Так сказать, путешественника Мы знаем, что Мы помним, что Античные божества Венера, Марс, Сатурн И так далее Они обладают некими свойствами Например, Венера Это почему-то богиня любви То есть огромная яркая планета Которая первая Самое яркое небесное тело После луга и солнца Оно почему-то В мужском мире В мире патриархальном Оказывается женской богиней Это странно на самом деле Это следует проблематизировать То есть вопрос, почему это так Причем интересно, что Это ведь не возвышенная какая-то любовь Это не божественная любовь Это любовь Венеры Это лодская любовь Это любовь земная Это, если мы вспомним Мифу Венеры Как она изменяет Старисом Гефестов То это, в общем-то Нельзя сказать, что это Какое-то позитивное качество для богини Да, это измена Почему же так? Те же самые вопросы Можно задать о Сатурне Почему вдруг Сатурн приобретает сервис? Почему Сатурн Поедает детей? Почему ему преподносит Камень в переборах? И так далее Сейчас мы увидим, как Все эти сказочные атрибуты Получают Националистическое Астрономическое Объяснение Они оказываются Реальными Свойствами планет Которые Можем увидеть Многие из которых Советны только Примитивные телескопы Пойдем По порядку Венеры Я предполагаю, что Основное свойство Потому что Наиболее яркой Чертой Богини Или божества Вифе Становилась Наиболее яркая Характерная Черта планеты Какова характерная Черта Венеры? Венера Это Звезда Утренней зари Как и Меркурий Ее наблюдает На утренней заре Поскольку она Удалена от солнца Всего на 46 градусов То есть она Недалеко отходит от солнца Мы ее видим обычно на заре Соответственно арабское слово Фешу На письме Невозможно было Без голосовых Отличить от слова Феша Грешить Распутничать Развратничать Вот отсюда Собственно говоря Вот эта история Что это Богиня Развратница Венера Еще раз Венере Сотруствует Роза Это можно найти У Авиди У Виндара У Вописания Эллады В других источниках Венере Это ее цветок Мир и роза Почему роза? Я думаю что ровно потому Почему роза оказывается На гербах Английского Европейского Зворянского Ланкастера Йорки И так далее Дело в том что роза На арабском Это ремус Ссылающий Величие Жиль Большой Великий И огромное количество слов Величие Жиль Роза На письме Они абсолютно совпадают Без огласовок Отличить нельзя То есть это Другое характерное свойство Венеры Ее огромная величина Это самая большая звезда Самая яркая Или вот например такой Здесь я не уверен что я прав Но тем не менее Такое Известное Ефите Дотребух Венеры Как Жемчужина Венера Почему жемчужина? Дело в том что эта планета Не имеет спутников Это еще и отличительная особенность То что мы видим Телескоп У Сатурна И у Питера Это хорошо видны У Венеры их нет Венера В отличие от Меркурия Можно наблюдать Можно возбудить Телескоп Одночество перепутано Со словом Жемчужина Поехали А вот Попробуем Применить Телескоп Закатывающие Закатывающие Закатывающиеся Светила А А Лебедь Таймон Мог отсылать К Быть Полным Как говорят На планете То есть это Закатившиеся Светила В полной фазе Но дело в том что это так и есть Венера действительно Как видим Телескоп Она обладает фазами Как Луна У нее есть серб И мы с удивлением Обнаруживаем Что На самом деле Но без удивления Обнаруживаем Что в полной фазе Венера Находится В момент Когда она Готова Закатиться За Солнцем В остальное время Она освещена Со стороны Как сердце Луны Соответственно Этот Репус Он гласит Что Венера В полной фазе Готова закатиться Здесь На этом слайде Перечислены все Ну Большинство Эпитетов На которых Венера На которых я не хочу останавливаться Которые легко расшифровываются Как Вот с помощью Предложенного Метода Я хочу обратить внимание Только на один Из них Это на черепаху Дело в том что черепаха Характер то так же для Меркурия И мы узнать можно почему Почему черепаха Это атрибут и Венера И Меркурия Но не Сатурн На Марсе Юпитера Перейдем теперь Сатурну Главный атрибут Главное свойство Сатурна Которое шокирует Наблюдателя Летящего на него в пиву И в телескоп Это его кольца И мы вправе ожидать Что если это главное Качество Юпитера Главное его отличие от других планет То в мифе оно отразится Наиболее полным образом Будет больше всего понятно И мы видим что это действительно так Сразу несколько арабских слов Которые означают Кольцо Или Круг Они Попали в результате неверного перевода В миф и стали Атрибут и Сатурн Такими именами Курсу Диск Микроскоревой нож Халта Кольцо Микроскоревой Притвы Это однополимые слова Уже похожи То есть когда человек пытался Прочесть это слово Не зная арабского Достаточной степени Он В этот момент возникал ошибкой Или вот Миф о том что Сатурну преподнесли Камень завернутый в пеленке Представьте себе этот образ Камень завернутый в пеленке Дело в том что пеленка Это еще одно значение Слово Кольцо Лата Камень завернутый в кольцо То есть Сатурн Превратился в мифер Камень завернутый в пеленку Сказочный перевод На месте статистического сказания Или вот например Совершенно Более чем Лучше всех основных Подходящее слово Для этой стадии Сатурна Аравское слово Армур Которое одновременно Означает И Диск И Круг И Отдаленность Мы знаем что Сатурн С точки зрения античного астронома Самая отдаленная планета Поэтому конечно же В аравском астрономическом трактате Эта планета Скорее всего очень часто Называлась Словом Гарду И мы видим что Еще одно значение этого слова Это острие Или лезвие То есть Мы видим что Сразу несколько Аравских терминов Которые могли быть Употреблены В трактате Священном Сатурну Они могут Неверно интерпретироваться Как Нечто режущее Большой нож Или Лезвие Что мы наблюдаем И кстати говоря На арабском Если мы Прочтем слово Сатурн Запишем его арабскими буквами Саватурн Саватурн То мы просто Прочтем в словаре Арабское слово Большой нож Возможно что Это Действительное Происхождение Слова Сатурн В латыни Тем не менее Похоже на то Или вот например Супруга Сатурна Обс 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 Обычное латинское слово Это не имя Это слово которое означает Силу мощь Я предполагаю что Появилось оно Следующим образом Это Супруга Сатурна Дело в том что Переводчик мог попытаться Перевести Еще раз Слово Сатурна Сарабского И расслышать там Вот это слово Савту Нападение Силы мощь Буквально переводом Латынь Обс Так возникает Супруга Сатурна Это просто одно и другое слово Саватурн Или Латыни С одним этими значениями Вот какие Смойства Планируем На самом деле Здесь очень интересная Для меня История с уткой Потому что Я не буду сейчас На днях И по времени Останавливаться Есть в моей основной статье Дело в том что На утке Я проверил Как Рипотеза работает В обратную сторону То есть можно ли Используя этот метод Предсказать Появление Атрибута И оказалось что Можно Что атрибутом Планеты Сатурн Должна быть Утка Я стал искать И я действительно Нашел Утка Принадлежала Одному из воплощений Сатурном мире Теперь Перейдем Пробежимся Сколько у нас Прямо уже заканчивается Я понимаю Марс Главное свойство Марса Это бог войны Бога Марса Почему Потому что Самая яркая Черта этой планеты Которую мы видим Телескоп Это его Тающие Ледяные Шапки Это то что Отличает Марс От всех Истальных Наблюдаемых Примитивных Телескоп Например Телескоп Джеравани Кассини Огромное 30-метровое сооружение В составе Парышной Инсерватории Он впервые увидел Тающие шапки Марса Технически Этот прибор Мог бы создан И за 50 лет Завтра Когда В 1602 Галилей Предложил Готовый прибор Европе И начал уже Продавать Видимо в конце 16-го века Эти приборы Уже Появились Поэтому Моя Неподлица В том Что Богом войны Марс стал Из-за неверной Интерпретации Его Льда Того Что Больше всего Поразило Наблюдателя Телескопа Или Знаменитые Каналы Марса Если Существовал Телескоп Который Можно Были Заметны Телескоп Планеты То Можно Осторожно Предположить Что Так Возникло Копьё Бобы Потому Копьё И Канал На Арабском Просто Одно и то же слово Канат Не будем Останавливаться Подробно На всём Но Хочу вам сказать Что Все Самые Яркие Свойства Марса Планеты Марс Видео И Телескоп Отразились Как главные Атрибуты Этого Это Почему-то Нет Хотя Это Наверное Юпитер Больше всего Поражает Внимание Астронома Глядящего Примитивного Телескопа Тем Что Он Пестрый На нём Есть Полосы Я Предполагаю Что Само Арабское Название Юпитера От Этого Свойства Разорванность На полосы От слова Шетер Муштарь Это Один Душекорь Что Касается Главного Атрибута Юпитера В античном мифе Это Орёл Почему Дело в том Что Здесь Тот же Самый Смысл Разрывать На полосы Орёл Это Тот Кто Разрывает Этот Символ Указывающий На уникальную Поверхность Юпитера Которая Ездила на другой планеты Ну Опять же Эта Пестрота Через слово Вархмеля Эррик Была превратиться В атрибут волни Юпитера Знаменитая Квадрига Юпитера Скорее всего Была Результатом Того Как поразило Как поразило Воображение Наблюдателя Телескоп Оборужившего Четыре спутника Квадрига Это Упряжка Запряжённая Четырьмя спутниками Расположенными На одном радиусе Если вы Посмотрите Историю Скачет Вы обнаружите Что Такой полоской В действительности Нельзя управлять На ней Нельзя выигрывать Соревнования Боковые лошади Будут мешать Этому экипажу Двигаться То есть в природе Конечно в войне Такой экипаж Применяться не мог Это Это просто символ Те Вот экипажи Которые я показал Чёрным Два Две лошади Четыре лошади Это то Что применялось В действительности Квадрига Не применялась Никогда Для меня Квадрига Это символ Планеты Окружённой Четырнадцатым Виктором Вот Свойства Юпитера Которые Отражены в мифе Опять же Не останавливались На деталях Таким же образом Мы выступаем с Меркурием Его основное свойство Поскольку Очень плохо Выглядывается Телескоп Его главное свойство Это очень короткий Орбитальный период Синодический период Да Вы сидите в 8 суток И в 12 суток Отсюда Образ Гермеса Как хранителя тайны Потому что Самый скорый Самая быстрая Планета В арабском Практате Скорее всего Выражен Словом Алхан Которые прочли Как сообщать Открывать тайну Это был самый частый Питер Питер Я заканчиваю Это все Можно при желании Найти еще одно свойство Этого планета Утренний царь Кстати Утренний царь Черепаха Отсылает Способность Скрываться За солнцем На арабском Все названия Черепахи Это скрывающаяся Поэтому это атрибут И Меркурия И Венеры Итак Ну и конечно же Вот эти знаменитые Крылышки На всех Частях Меркурия Крылышки На голове Крылышки На ногах Потому что Пролетать И спешить На арабском Одно И кстати Курица Тоже Отсылает Курица Парадоксальная Требушка Которая Продвижит Богу Меркурию Это тоже Потому что Курица Она Горячая И быстрая Это символы Требушка Отсылающих Главное свойство Платили Меркурии На этом я заканчиваю Благодарю вас за внимание И если интересно То на Академия Леди Есть мои работы Довольство английского Посвященных этой теме И интерплини Спасибо